Здравствуйте, уважаемые зрители Управда ТВ. В эфире программа Кухня, я ее ведущая Виктория Черкова. Сегодня мы узнаем, как открыть бар для друзей и приготовить идеальный стейк из говядины. Об этом нам расскажет Михаил Мишин, основатель одноименного Мишин Бара. Здесь сейчас мы находимся. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Всю сознательную жизнь вы занимались архитектурой, в том числе вы занимали пост главного градостроителя Ульяновской области. Как же вас занесло в ресторанный бизнес? Вика, сразу же скажу, не Ульяновской области, а города Ульяновска. Я был начальником управления архитектурой и градостроительством. Правда, это было не очень долго, всего полтора года. Но действительно, я по образованию архитектор, я закончил свой любимый архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института. Совсем давно это было. Да, много где поработал, по России. И в какой-то момент, в начале 2010-х годов я попал в Ульяновск. Меня пригласили сюда работать именно в крупную строительную компанию, заниматься проектированием. Вы знаете, я сюда ехал и думал, что я здесь останусь только на две недели. Но на самом деле я здесь уже почти девять лет. Мне Ульяновск очень нравится. И да, я вот как-то, пройдя путь от руководителя проектной организации через чиновничество, закончив работу в управлении архитектуры администрации города, задумался о том, о чем же заниматься дальше. Потому что, честно говоря, моя специальность на сегодняшний день, она не приносит ни материального, ни морального удовлетворения. К сожалению, строительная область сейчас находится в некой стагнации. Заказов архитектурных интересных нет. И я начал думать просто о том, о чем мне интересно было заниматься по жизни. Зная себя к своим 55 годам изнутри, я понимал, что, в принципе, мне очень приятно встречать гостей, мне очень приятно угощать их. Правда, это было не на профессиональном уровне, это было на уровне семейных застолий, застолий на даче. Дачные огневые блюда, такие как плов, мясо, традиционные шашлыки. Ну, в общем, в какой-то момент я подошел к тому, что решил, а почему бы не попробовать. Тем более, очень много друзей-рестораторов у меня в Ильяновске. В общем, мне казалось, что я понимаю специфику ихнего бизнеса. И когда я вел переговоры о покупке заведения, которое раньше называлось и Бардак, это было достаточно легендарное заведение, потом это заведение называлось P&B. Ну, а вот с конца прошлого года это стало Мишин Баром. Да, мне казалось, что я знаю почти все тонкости ресторанного бизнеса, но на самом деле, как в любом профессиональном деле, очень много подводных камней, очень много сложных моментов, в которые надо реально окунаться, надо понимать. Начиная от технологии приготовления блюд, которые мы сегодня некоторые тайны вам раскроем, ну, заканчивая общей концепцией заведения, что заведение из себя представляет. И что в ваши фишки входит самое главное? Чем вы отличаетесь от остальных заведений? Значит, в какое-то время я говорил, что самая основная фишечка моей концепции, то, что в ней нету концепции. Имел в виду следующее, нету концепции кухни, нету концепции бара, вернее, это достаточно стандартный набор предложений. Есть концепция эмоциональная. То есть я поэтому и приписку сделал «Мишен бар» – бар для друзей. То есть я захотел попытаться создать пространство, где моим друзьям, просто знакомым или совершенно чужим людям, будет комфортно настолько, что они будут ощущать себя моими друзьями. А чтобы они ощущали себя моими друзьями, я здесь должен находиться постоянно. То есть основная концепция, она как бы родилась по ходу развития событий. И заключается в том, что я здесь нахожусь постоянно. То есть вы здесь как дома, получается, и приглашаете посетителей как будто бы к себе домой? Не всегда удается пригласить, по крайней мере. Ну, я этим занимаюсь в соцсетях. У меня достаточно развитые соцсети. Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте. Да, я там опосредованно приглашаю гостей. Но, когда они приходят сюда, ну, в 90% случаев я здесь нахожусь, и я стараюсь и встретить гостей, и, ну, чего греха таить. Иногда бывают не то, что конфликтные ситуации, а гость остается неудовлетворен чем-то. Это очень часто в ресторанном бизнесе случается. Ну, грубо говоря, недосолили или пересолили. И вот тут очень тонкая грань. Тут должен работать или официант, или администратор. Ну, в типичной ситуации, когда официант или администратор гасит конфликт или плохое настроение у гостя, они пытаются это нивелировать, предложить что-то взамен, комплимент, скидку, еще что-то, ну, чтобы сохранить. А здесь, как бонусом, вы, наверное, выходите и договаривались. А здесь, как бонусом, я выхожу и веду эти переговоры. Ну, слава богу, я человек говорливый. И, в общем, ну, почти всегда мне удается с гостями договориться и знак минус в их настроении перевести на знак плюс. Ну, почти всегда. Если кто-то против этого моего утверждения, пусть придет сюда еще раз и докажет это. Михаил, что вы посоветуете нашим зрителям? Как открыть самим бар? У вас же получилось, значит, у вас так получилось. Ой, да-да-да, Вик, это очень сложный момент. Ну, на самом деле, опять же, я второй раз говорю про свой возраст. Я очень в последнее время стал верить в себя. Верить в себя в том смысле, что когда ты о чем-то думаешь, ты постепенно материализуешь обстановку вокруг себя. То есть, то, о чем ты мечтаешь, об этом надо думать, об этом можно говорить, это можно обсуждать, и эта ситуация постепенно материализуется. Давайте про материальные карты с ценностями поговорим. Я знаю, что у ваш бар вложено минимум инвестиций, ну, денег. Как так можно сделать при минимальных вложениях? Ну, либо ты вкладываешь деньги в технологию, в интерьеры, высококлассный персонал, что тоже недешево стоит на сегодняшний день, либо ты это меняешь именно на сложный момент, вот реально сложный. Ты меняешь на собственную энергетику. То есть, вот я считаю, что моя энергетика в данном заведении является тем инвестиционным капиталом, который я в это заведение вложил. Ни финансовые средства, ни особые затраты в технологии, тем более технология в этом заведении была. Я имею в виду кухонные технологии, оборудование, посуда, набор поваров. Я ведь не поменял даже шеф-повара. То есть, шеф-повар остался тот же, который был в предыдущем заведении. И я просто попытался насытить это заведение своей энергетикой. Михаил, как вы себя позиционируете? Вы повар или владелец заведения? Потому что я же знаю, что вы любите и готовите, и в гости звать. Да, я люблю гостей, но я люблю гостей встречать и дома, и, я говорил, и на даче, и в мишенбаре. Но в мишенбаре я не могу быть поваром. Ну, просто по определению, потому что мне это не позволяет ни действующие нормативные документы, ни специфика наших отношений с той же самой санэпидстанцией. Да, я не имею права готовиться, по большому счету. Но я имею право встречать гостей, безусловно. И поэтому, наверное, я себя позиционирую именно не как человека, который готовит, а как человека, который придумывает. Хорошо, что на сегодняшний день на кухне есть те люди, которые мои идеи поддерживают и могут их реализовать. Как вы составляли меню? Вы опирались на личные вкусы или все-таки вводили модные тенденции извне? На 90% личный вкус. Безусловно, надо ориентироваться и на предпочтение тех людей, которые привыкли ходить сюда. Но мне показалось справедливо, назвав заведение своим именем, внести сюда и свое понимание кухни. Хотя некоторые принципиальные позиции в меню остались те, которые были раньше. Допустим, бургеры. Бургеры я никогда не расценивал как полноценное питание. Я всегда считал это фастфудом, быстрым и не очень достойным перекусом на ходу, который ведет только к одному – быстрому ожирению и мучительной смерти. Ну, шутка, конечно, но это так. А оказалось, я видел эту реакцию и в соцсетях, я видел эту реакцию и у гостей. И люди уже привыкли приходить сюда на вкусные бургеры. И поэтому позицию бургера мы не только сохранили, мы ее и расширили. На сегодняшний день, в дополнение к ранее существующим предложениям по бургерам, у нас еще плюс два бургера, которые мы за последнее время ввели в наше меню. Где вы берете мясо, у каких поставщиков и любите ли вы использовать сезонные, натуральные наши родные овощи, которые здесь выращиваются? Ну, безусловно, начну с второй тогда половины вопроса вашего, свой ответ. Безусловно, сезонные овощи, сезонные продукты, ну, откладывают определенный отпечаток. Безусловно, и погода. У нас есть летник, и летняя погода, когда наши гости на летней веранде обедают, приходят на бизнес-ланч, они хотят увидеть такие традиционные летние блюда русской кухни, как окрошка, допустим, или компоты взамен чая или кофе. Морсы ручного местного приготовления. Да, безусловно, мы это делаем. Зеленые щи из щавеля, окрошка. Недавно ввели, очень нашим гостям нравится легкий хворост по такому бабушкиному классическому рецепту. Вот, это те позиции, которые достаточно неплохо принимают наши гости, и, в общем, всем нравится. Вот, а что касается мяса, я думаю, у меня и многих, у многих местных рестораторов, это, конечно, тема больная. Потому что мы бесконечно в СМИ слышим о достоинствах или недостатках таких крупных поставщиков. Ну, не знаю, можно ли говорить название компании. Попустите название, просто есть огромные коммерческие предприятия, а есть, например, фермерские хозяйства. Вы к чему больше склонны? Я склонен все-таки в итоге к фермерским хозяйствам. Настолько склонен, что, в общем, процентов 60-70 закупок по мясу я делаю сам. Один недостаток, вернее так, серьезное отличие фермерского отруба от отруба, которое можно взять у большого поставщика, это нестабильное качество. Нестабильное качество, потому что, условно говоря, у фермера коровы не калиброванный. И режим их от корма в зависимости от сезона и в зависимости от породы. Не покушал, меньше мяса, да? Ну да, оно не такое, что еще покушал, наоборот, много удачной закупок получилось. Да, 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 оно разное. Но есть технологические приемы подготовки мяса к приготовлению стейка, о части которых я сегодня вам расскажу и покажу прямо на кухне, которые позволяют эту разницу нивелировать. Вот это как раз та тонкая грань, которая отличает стейк, приготовленный в ресторане, от стейка, который мы можем приготовить дома. Для меня это было тоже открытие, я очень люблю об этом говорить. Я всегда удивлялся, почему я очень легко работаю, допустим, дома, не будучи ресторатором, со свининой, с птицей, с бараниной, а с говядиной у меня ничего не получается. И приготовить стейк дома, какой бы хороший кусок мяса ты не купил, либо в магазине, либо на рынке, со стейком что-то ничего не получается. Эта тема меня мучила прямо на протяжении нескольких лет. Но поняв очень простые правила подготовки мяса к изготовлению стейка, ты влюбляешься в эту тему, ну, вплоть до того, что традиционный шашлык у меня на даче теперь заменил стейк говяжий. Михаил, у вас мясо есть? Да, да, да. Ну, тогда мы переходим к самой вкусной части нашей программы, к мастер-классу от шефа. Знакомьтесь, это Дмитрий Ковалев, су-шеф Мишин Бара. Сейчас он научит вас готовить настоящий стейк Тибон. Что нам для этого понадобится? Здравствуйте. Для того, чтобы приготовить стейк Тибон, нам понадобится, собственно, сам стейк. Это уже заранее мной отпиленный, выдерживался, во влажной выдержке, две недели. Нам нужно будет его помазать слегка маслом, немного поперчить и отправить его на гриль. И, собственно, подождать, когда выйдет нужная прожарка, нарезать и подать. А в прожарке Блю Рар, например, он будет съедобный или нет? В прожарке Блю Рар, ну, если мы его здесь подержим еще некоторое время, чтобы он прогрелся до внутренней температуры, 35-37 градусов, хорошенечко разогреем, проколим гриль, да, он будет съедобен полностью. А какая прожарка оптимальная именно для этого стейка? Ну, на самом деле, оптимальной прожарки, как таковой, не существует. Каждый выбирает ее под себя, но общепринятой будет медиум Рар-медиум. Раскройте весь вкус, да, аромат, сочность, текстура. Да, но самое главное, мы сохраним большее количество сока внутри мяса, поэтому выше медиума не стоит его жарить. Ну, в общем, когда я лично предлагаю такие крупные стейки, как Тибон, нашим гостям, я советую все-таки небольшую степень прожарки, максимум медиум, потому что, действительно, самый вкусный, самый сочный и самый душистый стейк такого типа, это как раз стейк медиум-медиум Рар. Медиум Рар, значит. А пока мы ждем стейк. Сколько нам надо его ждать? Ну, опять же, мы сейчас вот попробуем сделать, наверное, прожарку. Дима, медиум Рар мы сделаем? Мы сделаем медиум Рар. Я думаю, это будет где-то около 20 минут при такой массивности куска. В домашних условиях, конечно, нам будет доступен, скорее всего, только стейк и рыбай. Где взять это мясо? Ну, конечно, в торговых сетях. А если уж вы вообще решили заморочиться, то можно попробовать рано утром прийти на рынок. Лучше, если это будет ваш проверенный продавец на рынке, и вы у него просто узнаете, можно ли сегодня утром успеть получить супер-вырезку из говяжьей туши. Вот. И это будет как раз стейк, скорее всего, это будет вырезка под стейк рыбай. Но, принеся домой, вам придется его еще 3-4 дня выдерживать в афельном полотенце. Сейчас с двух сторон обжариваем с двух плоскостей, короче. Потом перевернем, обжарим с этих боков, потом поставим на кость. И так этот процесс занимает достаточно большой промежуток времени, от полчаса до 40 минут. То есть стейк достаточно долгий в приготовлении. Это при условии, что это будет прожарка медиум Рар-медиум. То есть если готовить с полной прожарки, это занимает более часа. Пока Дмитрий работает на гриле, мы с Михаилом займемся бургерами. У вас называется Джек, у меня 7 перцев, да? Рассказывайте, чего они стоят. Да, все правильно. Все правильно. Я уже говорил в интервью, что бургеры занимают достойную позицию у нас в Мишенбаре. У нас на сегодняшний день мы выдаем 9 видов бургера. Сегодня мы попробуем 2 таких лакшери бургера приготовить. Сейчас позовем Диму, чтобы он пожарил на гриле, там же, где жарит Тибон, еще и котлеты. Но причем, Дим, гляди, эти котлеты в разных бургерах, в принципе, фарш приготовлен у нас по-разному. В бургере 7 перцев у нас еще дополнительно в этой котлете есть сухие перцы разных сортов, 4 сорта. Это пушистый, красный, черный и белый. То есть здесь 3 перца, там 4, да, получается? Всего 7. Внутри уже, которых не видно, да? А это чистая котлета, которую мы тоже будем готовить на гриле. Но, когда вы придете к нам в гости, вы, пожалуйста, официанту расскажите, какую котлету вы хотели бы, какой степени прожарки в бургере увидите и услышите. Потому что, ну, в свое время для меня было открытие, я привык бургер в крупных сетях кушать, и там не приходится говорить о том, какую степень прожарки котлету. В ресторанах котлету в бургер готовят тоже с пенями прожарки. И я всегда очень советую брать малые степени прожарки для котлеты в бургере. Потому что, ну, опять же, так как это говяжий фарш, он максимально раскрывается по вкусу и запаху именно при малых степнях прожарки. Дискер. Берешь? Да, я возьму котлеты, булки также подсушу немного на гриле. А какой сыр используете? Я вижу, он разного цвета. Это чеддер, это моцарелла. Моцарелла. Уберем котлеты. Опять от меня котлеты убирают, да что ж такое-то? Вы берете диспенсер с соусами, с соусами. Я беру. У каждого свой. Это что соус у меня? У вас сырный соус, у вас секретный соус, тысяча островов назаймого. И сколько один? Да так, слегка. Хватит. А вот столько жесткого. И на верхнюю булку также. Так. Я лью змейкой, потому что я где-то видела это, запомнила. Не знаю, правильно ли я змейка. Это не принципиально, он все равно разойдется. И будет вытекать. Да, ингредиенты. В принципе, порядок не так важен. Главное, ну они так или иначе все сочетаются. Михаил Геннадьевич может начинать огурцы и помидоры из салата, а лук на верхнюю булку. А у вас то же самое, помидоры на низ. Ох, как увлекательно. Помидорки? Оба. Так, обе помидорчики. Да, если будет выступать за края, ничего страшного. Класс. Так, дальше у нас что? Перец, перец, перец. А что у нас за перчик используют? Чили? Чили, болгарский перец и халапеньо. Постарайтесь по всей ширине распределять булки равномерно. Халапеньо у вас маринованный или свежий? Да, маринованный перец в халапеньо. Перец в чили свежий, болгарский перец печеный. Какой гурман? Да можете все сразу не закидывать. Так, дальше у нас. Нет, еще перец, еще перец. Все перцы друг на дружке, да? То есть усиление перцев. Глядите, настолько у меня проще сборка. Я уже минуту встаю готов. А вы можете накрывать листом салата, а вот этот лук на верхнюю булку раскладывать. Так, ну вот так вот приближено к правде или как? Похоже, похоже. Похоже, замечательно. Дальше. Еще чуть-чуть и в смену можно ставить. Теперь это. Потом после программы поговорим. Так, лук на верхнюю. Весь лук? Да, весь. Ну, если пара колечек останется, ничего страшного. На самом деле, собирать бутерброд – это настоящее удовольствие. Потому что, как говорил Джейми Ольвер, во вкусном бутерброде должно сочетаться сладкое, кислое, соленое, хрустящее и мягкое. Вот, я примерно... Листом салата, закрывайте нижний булк. Думаю, наверное, это верные принципы. На самом деле, бургер – это то же самое, что и пицца. Бери все, что под рукой. Самое главное, чтобы была котлета и булка. И хрустел. Вот теперь на нижней булке укладывайте котлеты. Помните, у кого какая, я надеюсь? Помним. Нет, рана, котлета. Ой, боже мой, боже мой. Я что, веганом, что ли, заделался? Снимайте просто, не бойтесь, если что-то упадет. Ничего страшного. Теперь накрывайте. Михаил Геннадьевич, процесс потруднее немного. У меня салат несимметрично выступает. Ничего страшного. Опа! Сейчас подоткнем. У меня немного получился такой. Пизанский. 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 Можно проткнуть с Пашкой, чтобы он не съезжал. Пизанский бургер от Михаила Мишина. Новая фишка. Опа! И подаем мы это на наших любимых досках. Третья моя. Так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так. Перфекто. Соль. Вот и стейк. С чем он у нас подается? Это розмарин и крупная соль. Да, морская соль чисто как элемент декора. Я продолжаю топить за несоленое мясо. Ну, если кто-то захочет, можно обмакнуть им морскую. Морская соль, в отличие от обычной поваренной, не вытягивает влагу из мяса. А так, да, тимьян, розмарин, но это тоже как элемент декора. Так же вот перец, душистый, черный. Прожарка, Дим. Это медиум? Тире, медиум, рар. Ну, одной прожарки в крупных стейках никогда не получается. То есть, ближе к кости они всегда более сырые, а ближе к краю более прожаренные. То есть, здесь у нас практически медиум, а в этой части у нас медиум, рар. Безусловно, на столе у мужчины, да и у прекрасных дам, должно быть мясо, должны быть овощи. Дима говорит о том, что, безусловно, для вкусного куска мяса это отсутствие соли. Скорее всего, я с ним соглашусь. В принципе, придумывать здесь больше нечего. Мясо должно быть свежее, овощи хрустящие, а настроение подобающее. Для вас старались Дмитрий Ковалев, Михаил Мишин и Виктория Черкова. Ешьте вкусно и с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания. Ура!